Медвежий угол По многочисленным заявкам стоит отметить По многочисленным заявкам радиослушателей Мы продолжаем этот разговор Разговор о 20 съезде Как о явлении о его авторах И о его последствиях В прошлый раз, Евгений, напомню Слушателям, кто слушал, кто не слушал Во-первых, напомню наш WhatsApp 8903-170-6363 И наш смс-портал 5533 в начале сообщения Слово Вести Напомню, в прошлый раз мы остановились На цифрах Сталинских репрессий То есть на тех цифрах, которые были представлены Хрущеву Которые были представлены Горбачеву Что интересно В этих цифрах, допустим, которые были представлены Горбачеву Отражена роль Самого Никиты Сергеевича Хотя он автор 20 съезда Роль Никиты Сергеевича в репрессиях И удивительно Допустим, для меня это открытие Я понимал, что он подписывал приговоры Но то, что это больше 160 тысяч На Украине только в 30 А вообще там 38-й И немножко 39-й И вообще 167 тысяч Если быть точным Это только на Украине? Нет, это только Хрущев Только на Украине Только на Украине Хрущев 167 тысяч 167 тысяч, да Я говорил про 38-й Там 106 тысяч Плюс еще 60 с лишним тысяч Там кусочек 39-го Потому что С лета начнется реабилитация То есть обратный процесс Да Вот говорили мы долго О таких событиях Предшествовавших 20-му съезду Чтобы понять Суть 20-го съезда И вот, наверное Мы не успели поговорить О нем самом А вообще Нам известно Евгений Юрьевич Кто писал доклад для Хрущева Писал он его сам Или ему кто-то помогал И вот важно Доклад, который был опубликован На Западе И доклад, который был опубликован Яковлевым Это то, что говорил Хрущев Или в одном и в другом случае Мы, в общем, имеем дело С каким-то кастрированным документом Да, разной редакцией Да, да, да Ну, вы знаете Это вообще Для любого историка Хорошо известно Что любые документы Даже самые древние Та же поиск временных лет Имеет огромное количество списков И разных редакций Да Я так просто скажу Для наших граждан Что поиск временных лет Наша самая древняя летопись Самые древнейшие своды Это Лаврентьевский и Ипатьевский Относится только к концу 14-го, начала 15-го веков А известны три ее редакции 1113-го, 1116-го и 1118-го годов То есть полностью переписанные, да? Нет, не полностью Просто разные редакции В разных летописных сводах Где в каких-то местах Условно говоря Существуют разные, так сказать Трактовки тех или иных событий Или, например, какое-то событие пропущено А какое-то событие, наоборот Описано более детально Чем в другой летописи И так далее Но это я отклонился То же самое касается и Всех последующих Многих документов Поэтому Историки должны Очень тщательно исследовать Прежде всего Прежде чем использовать Тот или иной источник Они должны проводить Так называемую Научную критику источника Понимаете? Вот этих тонкостей Кстати, не знают Наши все многочисленные Любители истории Которые сейчас Буквально Обвалили на Любознательного читателя Там сотни тысячи Якобы научных Исторических работ Которые, конечно, далеки от истории Теперь то, что касается Собственно Доклада Значит, первоначально Вообще Когда обсуждался этот вопрос На президиуме ЦК То вопрос О отдельном докладе Вообще не стоял Видимо Значит Там еще надо смотреть Вот протоколы Заседание президиума Видимо Шла ожесточенная борьба Причем Она шла между Хрущевым И Микояном С одной стороны И Кагановичем Молотовым И Маврашиловым С другой стороны Значит Первые настаивали На том Что должен быть Зачитан отдельный доклад Вторые категорически Выступали против этого По разным обстоятельствам Значит Кто Конкретно готовил Доклад Хрущева Тоже есть разные точки зрения Но большинство авторов Считают Что это был Шипилов Да Дмитрий Трофимович Шипилов Тот самый Который потом Примкнув Шипилов Да Да Который с самой длинной фамилии В 57-м году Был Значит Причислен к антипартийной группе Молотова, Маленкова и Кагановича И примкнувший им Шипилов Это вот этот самый Кстати Это Боевой генерал Политработник Значит Который закончил войну Будучи награжденным Двумя орденами Боевого Красного Знамени Он начал рядовым Ну он не начал рядовым Но он начал Да С младшего командного состава Да Потом он после армии был Сразу Ну он экономист сам по образованию После того как он уволился из армии Он был Призван на работу В аппарат ЦК И там очень тесно работал И значит Под руководством Андрея Александровича Жданова Вот И вообще в своих мемуарах Не примкнувший Который он обозвал Он о Жданове Ну был самого высокого мнения Вот Потом Сталин его привлек К написанию учебника По политэкономии Как раз вот помните В 52-м году Выходит последняя Теоретическая работа Сталина Экономические проблемы Развитие Экономические проблемы Развитие социализма в СССР Я сейчас может быть чуть-чуть Ошибаюсь в названии Но неважно Так вот Вот этот самый Шипилов При Кстати очень такая Наполненная самокритикой Работа Да Да Актуальная и сегодня Многие положения Например о бестоварности И так далее Хотя они вызывали тогда критику Кстати И со стороны ряда Членов политбюро Того же Микояна и Молотова Но это мы сейчас Сталина критиковали Да 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 Работу Сталина И еще при его жизни Между прочим Это вот кстати О тоталитарности Понимаете Сталинского режима И о том Что дескать Он был Непререкаемым авторитетом И так далее Это было далеко не так Это миф Это знаете Такие байки Иллюзии Которые Вот к сожалению Миллионы и миллионы людей Постоя Продолжают постить Значит И жить Вот в этой Атмосфере Мифотворчества Значит Вот скорее всего Дмитрий Трофимов Шепилов И стал тем самым Автором этого доклада Тем более у него Была набита рука Он стал Хрущевским Выдвиженцем И Ну прямо скажем Его креатурой Вот Он в 55 году Занял пост Секретаря ЦК Вот И Значит Готовил с Хрущевым Этот доклад А потом Вот Буквально На кануне Партийного съезда Значит К его редакции К редактированию Были привлечены Еще два новых Секретаря ЦК Это Петр Николаевич Поспелов О котором мы уже Говорили в прошлый раз И о Верке Борисович Арестов Значит Но что самое интересное Ведь Поспелов Я вам говорил Да Был одним из руководителей Вот той комиссии По реабилитации И Те цифры Которые были указаны Значит В справке Которые они представляли В декабре 55 года На плену Мицека В Хрущевский доклад Не были включены Это вот те цифры 3 миллиона 800 тысяч Да Да Понимаете Не были включены С 21 по 53 Да Вот в том-то Самый Понимаете В чем О них почему Узнали-то впервые Только в годы Горбачевской перестройки Когда была Напубликована Вот эта вот записка Горшинина Руденко И Круглова Понимаете Вот в чем весь фокус Вот Ну в конце концов Значит Вот Буквально Уже в период работы Самого съезда Завершилась редакция Этого доклада Хрущев опять Привлек Шипилова К последней редакции Значит Этого доклада Когда шел сам съезд Вот с 14 декабря Значит Шли пленарные заседания Там шло обсуждение Отчетного доклада ЦК С которым выступал Хрущев Плюс значит Директив на Очередной пятилетний план Развития народного развития Народного хозяйства С которым Выступал новый Председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин Но Что самое интересное Вот у нас Мало об этом Тоже кто знает Уже В прениях По докладу Хрущева В выступлениях Того же Молотова Микояна Значит И других Членов Президиума ЦК Содержались Критические Нотки В адрес Сталина То есть Бегатов съезда И из подволь Потихонечку Готовили к тому Что будет Какая-то Грубо говоря Бомба Но все равно В обморок падали Люди говорят Нет Шок Нет Шок естественно был Понимаете Ну вот Но мы сейчас К этому вернемся Больше того Я вам хочу сказать Что значит Историки установили Что ряд Тогдашних членов ЦК В частности Андрианов Был такой Зам Министр Госконтроля А до этого Он буквально Значит Ну За полгода До этого Он был снят С должности Первого секретаря Ленинградского Обкома партии И на эту должность Был назначен Фрол Романович Козлов Это В будущем Хрущевский Кронпринц Которого вообще Метили Так сказать В преемнике Хрущева Но бедного Романовича Разбил инсульт И он В общем-то Не смог стать Наследником Власти Хрущева Но это я Да То есть вместо Брежнева Что ли Да 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 Дальше Теперь Кто Маршал Например Еременко Понимаете Он предлагал Хрущеву Свои услуги Значит Выступить Со своим докладом По разоблачению Культа Личитальной Значит Информация Эта Она Просочилась Через Разные Источники И достигла Ушей Целого ряда Членов ЦК Понимаете Ну кстати Вот я смотрю По поводу Фрол Романовича Даже Журнал Тайм Поместил его На обложку Да С надписью Хрущевский Приемник Да Ну Фрол Романович Это вообще Отдельная песня Он Сделал Ведь при Хрущеве Стремительную карьеру Он буквально Год проработал Ленинградского горкома партии Потом он стал Председателем Совета министров РСФСР Буквально В этой должности Проработал Опять год И в 58 году Когда Хрущев Скинул Булгайна С поста Председателя Совета министров СССР И сконцентрировал В своих руках Сталинские полномочия То есть Став одновременно Первым секретарем И главой Советского правительства Фрол Романович Занял должность Первого заместителя Председателя Совета министров СССР А затем Секретаря ЦК Ну вот такому взлету Его карьеры Поспособствовали Конечно Значит События Вот 57 года Это в частности Разоблачение Вот этой антипартийной группы Молотова-Маленкова-Кагановича И примкнувшего Шипилова И конечно Значит События связанные С отстранением От власти Жукова Маршала Жукова Уже в октябре 57 года Но мы отошли от этого Значит смотрите Что принципиально Вот у нас тоже Мало кто об этом знает И не говорят Что принципиально Было на 20 съезде Принципиальных Три решения Принятые на 20 съезде Первое Впервые было признано Официально На государственном И партийном уровне Значит Возможность Различных путей Строительства социализма То есть раньше Ведь советская модель Наша Модель СССР Строительства социализма Она являлась Обязательной Неприкасаемой И условно говоря Священной коровы Не реформирована Нет нет Тут дело не в реформировании Тут дело в том Что мы первые Пошли по этому пути И то есть Советский Союз Первый пошел По пути строительства социализма То есть показал всем Некую модель Да Некую модель Как Какими темпами И каким образом Надо строить этот социализм Но здесь я в данном случае Думаю Что это был реверанс В сторону конечно Прежде всего Югославов Потому что В 55 году У нас были восстановлены Дипотношения Хотя Они уже Конечно носили Не тот характер Который в годы войны И сразу после войны Но тем не менее Значит Иосиф Броссито Как бы пошел на Хотя он не вошел Ни в Югославию Не вошла Ни в состав Варшавского договора Ни в состав СЭФ Он кстати Тито стал одним Из идеологов Вот этого знаменитого Движения Неприсоединения Они вместе с Индией Кстати Фактически Вот Индия и Югославия Это были два Ну таких Признанных лидеров Вот этого третьего пути Значит С одной стороны Как бы буржуазный мир С другой стороны Капиталистический А на пару Социалистический И вот это вот Третье движение Третье А вот здесь самое Вот на этом Кстати Можно остановиться Поподробнее Третье Это было признано О том Что Ленинский тезис О неизбежности Войн при империализме Не верен Вот тебе она То есть Они на святое Замахнулись Они замахнулись На святое Дело в том Что я немножко отступлю Чтобы люди поняли Значит В 15-м году Ленин пишет Знаменитую работу Империализм Как высшая стадия капитализма Это была не первая работа С анализом империализма Она кстати Нам сейчас интересна С учетом наших Современных Значит Реалий Да Вот Чтобы люди поняли Дело в том Что у нас В годы Горбачевской перестройки И в пост Ельцинский Постсоветский В Ельцинский Период Нашлось немало Теоретиков Я беру их в кавычки Значит Тот же Гавриил Попов Которые сказали Что ленинская теория Империализма Это груда Теоретических развалин Вообще не следует На нее обращать внимание Но сейчас Вот то Что на наших глазах Творится В мире Доказывает Не просто правоту А гениальную правоту Ленина И это извините Не мои какие-то Реверянцы В адрес там Очередного Партийного вождя Там или коммуниста А это просто Констатация факта Вот и все Мир управляемый корпорациями Мир управляемый банками Где Да Ведь послушайте Вот что Кто постарше Там застал еще Советскую школу Они хорошо помнят Мы как отче наш Учили эти пять признаков Империализма Кстати Их первый не Ленин Сформулировал Они были сформулированы За него И Гельфердингом И Гибсоном И Каутским И даже Бухарином Просто Ленин С присущей ему логикой Так сказать И структурностью Он систематизировал Все эти работы Выдал Первый признак Это значит Создание Монополистического Капитализма То есть На смену Капитализма Свободной Эпохи Свободной Конкуренции Приходят Монополии Второй признак Значит Это Слияние промышленного И банковского Капитала И образование Финансового капитала И финансовой олигархии Ничего не напоминает Третий признак Вывоз капитала Становится Значительно выгоднее Вывоза товара Четвертый признак На чем сегодня построена Американская экономика О чем и речь Четвертый признак Это Неизбежность Экономического Передела Меж Транснациональными Корпорациями И государствами То есть Это эти войны Колониальные Ну в том числе Неуклонялизм Да Экономический Неизбежность Экономического Передела И пятый признак Неизбежность Политического Передела Мира То есть Неизбежность Войны При империализме Ну слушайте Сто лет прошло Скажите пожалуйста Неужели Вот эти вот Пять признаков Империализма О которых писал Ленин Да он гениальный Человек был Он просто был гений Чувствую Сейчас завалят нас Волной Критических Нет У нас Ну как же Гаврила Попов Ты говорил о том Что это груда Теоретических Развалин Крейн говорил Если бы только Гаврила Попов Да Если бы только Гаврила Попов Я об этом и говорю Одномоментно Все наследие Ленина Да Как политолога Не как теоретика Советской революции Но как политолога Оно было перечеркнуто Да как понятно Я тебе больше хочу Оно было выморшено Да Вот просто В один момент Подожди Я тебе больше хочу сказать Ты знаешь Кто вообще первый Нанес удар По той же теории Империализма Еще при Горбачеве Будучи Секретарем ЦК И кандидатом Члена политбюро Вы сейчас обалдете Яковлев Медведев Вадим Медведев Да главный идеолог И извините Покойный Евгений Максимович Примаков Который еще тогда Был директором Института Международных Ну и ММО Вот этого знаменитого Института Который он кстати Возглавил После ухода Яковлева На постсекретаря ЦК По идеологии Понимаете Тогда уже впервые Начали ставить под сомнение Вот эту ленинскую теорию Империализма А вот кстати На 20 съезде Когда это прозвучало Вы представляете Сидят люди Полный зал Ленин говорят Ребята Ленин Ленин Великий На путь освещал Стоп Стоп Все делалось гораздо Хитрее Гораздо изощреннее И так далее Ленин наоборот Слушайте Хрущев наоборот Поднял Ленина На невиданную высоту Чтобы авторитетом Ленина Ударить под Сталину Здесь Ни в коем случае Это не преподносилось Как разоблачение Значит Ленинского наследия И так далее Нет Просто была констатация Того что Дескать Мир вступил в ядерную Вот эпоху И что вот в ядерной Эпохе Значит победителей В войне не будет А отсюда Значит вот эта Неизбежность войн При империализме Она как бы Сама собой снимается Но самое смешное Что именно с этим В 54 году Во время выборов В Верховный Совет СССР Выступал Георгий Максимилианович Маленков Так ему Когда его в феврале 55 года Снимали с должности Главы советского правительства Ставили вину Именно это И кто ставил вину Молотов Ну понятно Вячеслав Михайлович Он был тогда еще Министром Странных дел И он был такой Ортодоксальный Сталинист И Хрущев Причем Хрущев говорил Что Товарищ Маленков Незрелый большевик Понимаете Его под этим соусом Сняли с поста И буквально Меньше года Да Там февраль 55 Это февраль 56 Ну год Значит То о чем говорил Значит Маленков В 54 году Значит Уже не просто Произносится С высоких трибун А уже становится Одним из Элементов Так сказать Партийной программы Понимаете О чем речь Теперь то что касается Я не долго Нет Теперь то что касается Вот доклада О культе личности Сталина Значит С ним Хрущев выступал Последний день работы После кстати выборов Нового состава ЦК Он же закрытый был доклад Правильно Он был закрытый Я насколько помню Попросили всех членов Иностранных компартий В зал покинуть Да Журналисты Члены иностранных компартий Вообще Все были за И значит Там было Было две стенографистки Значит Обычно стенографисток Было больше Здесь оставили только Двух стенографисток И так далее Хрущев произнес Вот этот доклад Говорят Что в полной тишине Ничего подобного Там были всякие Эмоциональные выкрики Всплески и т.д. и т.п. Андрей Ты правильно говорил Что Никита Сергеевич Он очень часто Отходил значит В сторону И начинал Ну этот доклад Понимаете Там ну ни одного Слова правды нету Начиная вот с того Что он начал озвучивать Вот это ленинское письмо Со сталинской характеристикой Ведь сейчас многие историки Тот же Сахаров Тот же Жуков Они вообще установили Что вероятнее всего Так называемое Политическое завещание Ленина Где содержалось В том числе Характеристика Вот этих Шести членов партии То есть Сталина Троцкого Зиновьева Каменева Бухарина И Пятакова Где было написано Вот это знаменитое Сталин Сделавшись Гензеком Средоточил В своих руках Необъятную власть Я не всегда уверен Может он Значит аккуратно Пользится властью Ну и т.д. и т.п. Что это вообще Писанина была Так сказать Не принадлежала Ленину Понимаете У нас же это Принималось За аксиому Что это Ленинские Последние письма Но надо же Иметь ввиду Что товарищ Ленин Был парализован Что он Ничего сам писать Не мог Что это все Писали его Секретари Фотиева Володичева Может быть Глячер Под его диктовку Потому что ему ЦК разрешило Значит в течение Пяти минут Пятидесяти минут Делать вот эти диктовки После очередного инсульта Это так называемое Ленинское письмо Оно создавалось В период С Декабря 22 По март 23 года Якобы в три Захода В три диктовки Но понимаете Одно дело Когда ты берешь В руки там Ленинский документ И по почерку Понимаешь Что это писал Владимир Ильич Ленин А другое дело Когда ты берешь документ Который написан Его секретарем Значит И доказать Что это ленинский документ Довольно трудно Понимаете Вот И вот Сахаров Кстати профессор МГУ Который делал детальный анализ Выпустил книгу Вот эту Про политическое завещание Он там довольно убедительно Доказал Что Ленин Не являлся автором Многих так называемых Последних ленинских работ В том числе Вот этого политического завещания И в том числе Знаменитый Значит Сталинской Ленинской статьи Об автономизации И т.д.т.т. Где вот он Сталина Значит Чехвостит Почем зря По поводу Вот По вопросу О создании Союза СССР С его планом Автономизации Где он там Говорит о том Что обрусевшие Русофобы Всегда пересаливают Под частично Русских настроений Что Роковую роль Здесь сыграло Озлобление Сталина И т.д.т.т.п. Понимаете Ну вот Все-таки Двадцатый съезд Значит Вот делегатам В закрытом режиме Все это Какую-то там Некую Новую Новый формат Политической доктрины Оглашает Причем известно Что Хрущев от текста Отходит довольно часто Как раз Мы уже говорили Что там Он оглашает Какие-то И мифы О том Что Воевал Сталин По глобусу По-моему Там он впервые Рассказывает О том Что в первые дни Войны Сталин испугался И никого не принимал Хотя журнал посетителей Свидетельствует Об обратном Абсолютно Об обратном Вот Тем более Ты меня извини Но как Хрущев вообще Об этом мог знать Когда он в Киев вообще Сидел в это время Ну так Между нами Девочками Да Ну кстати Сейчас вот Мы будем вынуждены Уйти на новость И к обсуждению Этого вопроса Как реагировали делегаты И как доклад Оказался на Западе Вернемся Минуты через две А пока напомню Наш ватсап 8903-170-6363-63 Наш смс-портал 5533 в начале сообщения Слово ВЕСТ И в гостях у нас Историк Евгений Спицын Медвежий угол С Андреем Медведевым Продолжаем наш разговор С Евгением Спицыным Говорили о 20-м съезде И говорим Итак вот Оглашен этот доклад Две стенографистки Как вы сказали Да Записывали В таком полузакрытом режиме Все это происходило Потому что Иностранные делегации Зал покинули И потом Этот доклад В какой-то момент Он когда был Он где был вообще Впервые опубликован На Западе Или в Советском Союзе Нет смотрите Он В Советском Союзе Вообще он не был опубликован В том-то и дело Дело в том Что он был разослан Значит по партийным Организациям Республиканского Областного И краевого уровня То есть ниже Он не опускался Просто Первые секретари Рескомов Обкомов И крайкомов Собирали соответствующих Первых секретарей Районных комитетов Городских комитетов Партии И так далее И зачитывали его И он был разослан Значит правящим Коммунистическим партием То есть членом Ну членом условно говоря Социалистического лагеря А можете пожалуйста Объяснить Почему такая секретность Ну раз все равно Это шок был Ну раз уже разоблачают Так уже давайте Разоблачайте Это шок Нет подожди Подожди Это же было Для внутреннего потребления Понимаешь Но дело в том Что Если вот условно говоря Это был шок Внутри страны Но достаточно сказать Что например На этот Даже на информацию Об этом докладе 9 марта То есть день похорон Сталина Он 5 марта Кстати завтра будет Годовщина смерти Йосифа Виссарионовича Давайте помянем его Добрым словом Ох Сейчас нам начнут писать За добрые слова Ваши Сталина Ничего Коясь не получится Нечего Да Так вот 9 марта были похороны Так 9 марта 1956 года В Тбилиси была Огромная демонстрация С портретами Сталина И так далее Которая была разогнана силой В том числе С применением оружия Ну вот видите Скрывать-то все равно не получилось Ну так Понимаете Одно дело Когда это какие-то слухи Люди вышли в Тбилиси Для понимания Я объясню Да Заступиться застали Да Естественно Но извините У нас в Советском Союзе Чуть ли не через одного водителя Значит На грузовиках И на легковых машинах Значит Справа всегда был портрет Виссарионович Это вот так Народ Своим Так сказать Нутром Принял вот эту вот Лживую десталинизацию Понимаете Уже тогда Значит Что касается Как он ушел На запад Значит Одновременно С рассылкой этого доклада Естественно Значит Фельдъегерской почты И так далее Он был разослан Правящим Коммунистическим партиям Соцстран Значит И вероятнее всего Именно Оттуда Он и попал на запад Но вот есть такая версия Она наиболее правдоподобна Что через Первого секретаря ЦК Порп Ахаба Значит Дело в том Что в марте 56-го года Умер Болеслав Берут Это Первый президент Польской народной республики И первый секретарь ЦК Порп Польской объединенной Рабочей партии Сталинская креатура Сталинская креатура Конечно Ну это был мощный Вообще Такой Ну партийный Государственный деятель И так далее И В польском руководстве Там начались Вражения Борьба разных Группировок И так далее Вот Ахаб Он стал такой Ну некой Компромиссной фигурой Но у Ахаба Были очень тесные связи С израильским послом И вот через Вероятнее всего Именно через этого посла Значит этот документ Сначала оказался в Израиле А потом Разошелся Интересная штука Что Теперь я прошу прощения Я просто это Впервые имя Сталина Вообще Было Связано С понятием Культа личности Только В мае 53-го года Население Советского Союза На официальном уровне Там была передовая Статья А само постановление О преодолении Культа личности И его последствий Без упоминания Имени Игорь Михайловича Было опубликовано Только 30-го июня 56-го года Понимаете То есть Через несколько Месяцев Через 4 месяца А вот смотрите Интересно Да Доклад Вот он тогда Появился И вот он ходил На западе Причем что Самое интересное Активнейшим образом Этот доклад Ну тот текст Который Видимо ушел Из Польши Мы кстати Не знаем Насколько он был Купирован Насколько он Соответствовал Тому что Действительно Говорил Его активнейшим образом Распространяло Издательство Посев То самое Издательство Народно-трудового союза Антисоветское Такое Глубоко антисоветское То есть Ребята В общем были Глубокие антисоветчики И как-то Сами не заметили Когда их Антисоветизм Перетек в русофобию Ну так бывает Это очень часто Случается Но Особенно И сейчас Это Зримо А потому что Вот это разделение Здесь плохо Здесь хорошо Оно всегда В общем тупиковое Ну ладно Это немножко стороны И вот потом Значит я так понимаю Что только Яковлев Публикует этот доклад Ну это не Яковлев публикует Это значит Да Когда значит Был первый То есть в 87 или 89 году Это 89 год 89 год Он появляется впервые В Советском Союзе Да Он официально Публикуется Значит В журнале Известия ЦК КПСС Это значит Он полностью Ну вот он Публикуется Опять-таки Вот В одной из редакций А то есть Это возможно Некий смягченный вариант Да Мы же Дело в том Что наши Увы К сожалению Вот все эти Горбачевские Там ведь они Настроили мифов По поводу И Сталинской эпохи И по поводу Вот этого доклада Еще больше Чем условно говоря Во времена Самого Никита Сергеевича Потому что У них задача Это была какая Они в данном случае Ведь понимаете Одно дело Когда Знаете Как лозунг был Мы убираем Белые пятна Или там Черные пятна Да у них задача Была не такая Не Вот секунду У Хрущева Была понятна Какая задача Понятно Что после того Чудовищного периода Когда нужно было Как-то С его точки зрения Ну тем не менее Все равно Период В котором много людей Было арестовано Кто-то там Считал себя невинно Пострадавшим Кто-то понимал Нужно было Ткнуть пальцем Кто виноват В репрессиях Вот того периода 35-38 года Значит Как я понимаю Основная задача Хрущева И его Близких Людей Состояла Именно в этом Ну найти Некий его виноват Ну да Естественно Да Понятно Да То есть партийная элита Из себя В общем Выбрала Двух-трех человек И на них Повесила Всю ответственность Но партийные Причем за все плохое За все хорошее На себе Ну естественно Но дело в том Что партийная элита Понимаете Вот эта партийная элита Я ее Слово бы элита Взял бы в кавычки Ну и безусловно Вот Партийная верхушка Да Партийная верхушка Она в конечном итоге И угробил Извините Советский Союз Понимаете Она Как вот Маленков Сказал Что она Переродилась Вот абсолютно Точно Понимаете Сталин Их держал Извините В железной узде Он им не давал Расслабиться Они пахали Как папа Карл Там Как этот Франциск Значит С мотыгой Там Понимаете Как рабы На галерах Поэтому и темпы Развития страны Были Мы за 4 года Восстановили Советскую экономику Разрушенную В годы Отечественной войны У нас темпы Прироста Ежегодные Экономические темпы Прироста Четвертой пятилетки Были 18-21 Процент Я имею ввиду Промышленное производство В сельском хозяйстве Там ситуация была Несколько иная А мы сейчас Извините Сидим И ради какого-то Одного процента Там роста Уже считаем Это каким-то достижением Очень интересные данные По Украине Я вот смотрел После войны А к 50 По-моему Второму году Если я не ошибаюсь Или даже к 51 Промышленный потенциал Украины Был довоенный Был восстановлен полностью При том, что вы представляете Что происходило На территории Украины Это фронт был там Это бои Чудовищные Туда-сюда Сначала туда Утюжил Потом обратно И в итоге Через 5-6 лет После страшной Чудовищной бои Шахты Донбасс Старелитейные заводы Медаль за восстановление Шахт Донбасса Дальше Азовсталь Запорожсталь Днепрогресс Мариупольские Значит И т.д. и т.п. Вот все Там темпы жилья Строительства жилья То есть люди жили в землянках Но заводы работали Это факт А другое дело Что вот уже К концу 50-х годов Украина По-моему На 80% Была И жильем обеспечено Восстановлено жильем Да То есть Да Темпы Но опять же Вот допустим Ваши оппоненты Они обычно говорят Но какой ценой Часто вспоминают И послевоенные Впрочем Забывая о том Что под этот Молкопали Нехрасовцы и полицаи И немецкие пособники Андрей Слушайте Давайте так А какой ценой Вот пускай Они зададут себе вопросом Рузвельт Вывел Америку Из Великой Депрессии А какой ценой Рузвельт Вывел Америку Из Великой Депрессии Тоже Бог ты ему Неужели репрессии Миллионами Да Жертв Пускай Почитает Понимаете А то у нас Привыкли Только про Сталинские Репрессии А что ж Нам извините Говорят Про Это Адольф Гитлер Извините Он что Концлагеря создавал Для Этих Как ее Тут одна Мадам заявила О том Что дескать Вожди Которые уничтожали Свой народ Они два раза Горят в аду Ярче Чем Те кто уничтожали Чужой народ Ну Адольф Гитлер Извините Перед тем Как уничтожить Чужие народы Он сначала По своему Так сказать Прошелся Понимаете И первые Концлагеря Были предназначены Для тех же Антифашистов Неважно Для антифашистов Или для евреев Евреи Да Будь то они евреи Немцы там Значит французы И т.д. и т.п. Понимаете И потом по поводу цены Я сейчас прошу прощения Значит опять таки Вот эти вот цифры Я ведь не говорю о том Что не было репрессий Я говорю о том Что да Эти репрессии были Я говорю о том Что надо устанавливать Достоверный масштаб Этих репрессий Я отрицаю Массовость Этих репрессий Дальше Третья важная позиция Я говорю о том Что эти репрессии Носили Разноплановый характер И инициатором Первоначально этих репрессий Был отнюдь Не Осип Бессарионович А кто А мы говорили Прошлый раз Что партийная элита Дальше Я говорю о том И это тоже важно Что мы должны жить Не очередными мифами И говорить о том Что Сталин Там кровавый тиран Которого не знало человечество А говорить о том Что в годы Сталинской эпохи Нашему народу Пришлось пережить Какие достижения Были достигнуты Нашей страной И т.д. и т.п. А не просто Огульно Хаять Этот период Значит И превращать Представлять его Как некую Такую черную дыру В истории Значит Советского Союза Да и всего человечества А вам не кажется У нас вообще Такое свойство Оценки нашей Отечественной истории Такой маятник Мы или оцениваем Вот при Сталине Все было хорошо Рост И не было ничего Вот если там послушать Вообще ничего не было Другие наоборот Говорят о том Что сплошные репрессии Мрак Без просветки Ничего не происходило И ужас Ужас Слушайте А сбалансированного подхода К этому сложнейшему периоду У нас нет до сих пор Андрей Андрей Вот послушайте меня Вот ну предположим На минуточку Да приходит к власти там Ну Касьянов и компания Одну секунду Вот об этом интересном моменте Мы поговорим Как только Закончатся новости Интрига Приходит к власти Касьянов и компания Медвежий угол С Андреем Медведевым Да Продолжаем наш разговор Остановились мы На очень интересном моменте Смоделировать Предложил Евгений Ситуацию Что пришел Скажем К власти Упаси бог Касьянов Да Касьянов и компания Эти ребята там Условно говоря Через год проводят Свой 20-й съезд Он будет называться Первый съезд Ну первый съезд Там я не знаю Парнаса условно говоря Или там 25 Ну не важно Ну какой-то там наверняка Есть 20-й съезд Парнаса Условно говоря Условно говоря Ну вот Выступает там Какой-нибудь первый секретарь Там Володя Рыжков Там я не знаю Там Леонид Гозман Не важно Кто у них там Вот они передерутся Как пауки в банке Кто у них останется К этому времени Первым секретарем И они произносят Аналогичный доклад Про путинский Значит кровавый режим И так далее И так далее Про жертвы репрессий И найдут кучу свидетелей Значит и здесь И вспомнят И Политковскую И там я не знаю И значит Режиссера Сенцова Сенцова И нашу вот эту Девушек И спусирают Да-да Девушек И так далее И так далее И так далее И потом 60 лет Наши потомки Будут спорить Устраивать значит бои О том Что было на самом На самом деле И т.д. и т.п. То есть чтобы люди Немножко понимали Да Всю многомерность Исторического процесса Что нету грязных Только грязных Там или белых Там черных Или белых Я прошу прощения Сторон истории Конечно нету Понимаете В каждой эпохе Есть свои достижения И провалы В каждой эпохе Есть свои вожди И антивожди Но надо оценивать Вот с моей точки зрения Лидера Любого государства И прежде всего Нашего государства Первое Что он сделал Для страны Для ее величия Могущества И процветания И второе Значит Насколько эта страна Развивалась Динамично И насколько Значит Население страны Поддерживало Своего лидера Но давайте Будем откровенно Что в годы Сталинизма Иосиф Виссарионович Сталин Был Ну Для многих Непререкаемым Авторитетом Рейтинги у него были высокие Да колоссальные рейтинги Понимаете А у Никиты Сергеевича Хрущева Извините Когда его В 64 году Отправили пинком Под зад В отставку Народ аплодировал Потому что От его загогулин От его волонтаризма Народ уже устал Так вот Он направился до того Я прошу обращения Нет Все-таки Верну вас До 20 съезда Мы все Все никак не закончим Этот разговор А потому что Много аспектов А потому что Много Конечно А вот последствия Все-таки 20 съезда Это Исключительно Политическая Такая вот Это такой Тектонический разлом В области политики То есть Сломалась Ведь До этого момента Коммунистическая идея Про советская идея Чрезвычайно популярна Во всей Европе Во-во-во-во-во Во Франции В Италии Вот Я об этом и хотел сказать Даже во Франкистской Испании Люди становились коммунистами Да Абсолютно правильно Я хотел сказать Понимаете Дело в том Что последствия этого доклада Они многомерны Но Одно из Важных обстоятельств Составила в том Что этот доклад Нанес сокрушительный удар По единству Международного рабочего Коммунистического движения По авторитету Советского Союза Понимаете Да Наоборот же Говорят Вот признал ошибки Это хорошо Нет Нет Авторитет Советского Союза После этого доклада Особенно В глазах Левых Коммунистических Социалистических сил Он резко упал Более того Вот этот доклад Значит Он расколол Естественное единство Рабочего Коммунистического движения Достаточно посмотреть Материалы того же Первого совещания Рабочих Коммунистических партий Которое в Москве Проходило В ноябре 1957 года Где И Мао Цедун Лидер КНР И Энвер Ходжа Лидер Албании И даже Георгио Дэш Лидер Румынии Выступили против Значит Решение 20-го съезда Партии Осудивших Культ личности Сталина Но самое страшное Потому что они Я как понимаю Видели в этом Опасность для идеи Конечно Для той идеи Которой Вот послушайте После войны Идея советского проекта Условно говоря Его назовем Она овладевает Десятками сотнями Миллионов людей Понимаете И здесь наносится Страшный удар Под дых Я почему и говорю Что 20-й съезд Дал Шикарный Козырь В руки Всех врагов Нашего общественного строя И нашего государства Который Как дубиной Вот эти 60 лет Прошедшие с этого 20-го съезда Постоянно Тычет нам Условно говоря В морло А что касается Экономического Экономических Последствий 20-го съезда Ну Никита Сергеевич Слушайте Вот у нас Когда рассказывают Про достижения Никита Сергеевич Я просто одну цифру Приведу Я вот Детально изучал Этот период Вот когда писал Свой четырехтомник И так далее Кстати Вот спрашивают На какие источники Высылаетесь Я так чувствую Не без ёрничества Что очень много эмоций И нет никаких источников Исключительно А мы что на научной конференции Чтобы я вам источники давал Пожалуйста Берите Берите труды Пыжикова Например Есть такой Историк Доктор исторических наук Специалист по Один из Наиболее объективных Исследователей Хрущевской эпохи Берите там Те же стенограммы Там кстати Вот сейчас Опубликованы Стенограммы Многих хрущевских Пленумов ЦК Между прочим Фондом демократии Как это ни странно Александр Николаевич Яковлев Почему же странно Да Вот читайте стенограммы И посмотрите В том числе Кстати Что было на Пленуме ЦК 1957 года Когда Значит Осуждали Вот эту антипартийную группу Ведь За что пострадал Тот же Шелепин Он же говорил И Молотов Они же Хрущеву говорили Давайте прекратим Вот этот базар Шабаш И переведем Разговор В плоскость Обсуждение Конкретных задач партии В области Экономического строительства В области Значит Нашей внутренней И внешней политики И так далее И так далее А все свелось К Шабашу Почитайте стенограмму Этого плена И вы увидите О чем говорил Никита Сергеевич И что обсуждали На том уровне Парился он С Кеканином Президентом Парился Понимаете Это предмет обсуждения Высших руководителей Партии государства Ну то есть Что касается Экономической политики Вот Я просто один пример Приведу Вот эта знаменитая Животноводческая эпопея Хрущева Которая значит В 57 году Выдвинул лозунг Догнать и перегнать США США Значит Она По мясу и молоку По мясу и молоку Да Значит Она стоила Нашей стране Катастрофических Последствий Значит У нас Численность Крупного Рогатого скота И свиней Была восстановлена Только в 75 году Оказалось Бакат Подождите Когда население Страны Выросло На 30 миллионов Человек Нормально А потом Мы будем думать Откуда у нас Продовольственные проблемы Понимаете Тут вот нам Заявляют Что Сталин Гробил свой народ Давайте вот К этим цифрам Когда В 39 году До воссоединения До присоединения Прибалтики Западной Украины Беларусь У нас было 167 миллионов Человек После присоединения 194 По Ну Миллионов Человек После окончания Войны Тоже Там Ну С учетом Вот этих Минус 26 тысяч Значит С половиной И так далее И так далее Но Когда Советский Союз Рухнул У нас было Население 285 миллионов Человек А не 150 Как вчера Заявил Господин Жириновский Не надо сказки Рассказывать Понимаете Не могу не задать Вопрос От слушателя Который в прошлый раз Спрашивал про Одесские книги По истории Помните А теперь спрашивают Для взрослых Хорошую объективную Историю СССР и России Кого бы почитать Но это я думаю Не только ему интересно Но вы знаете Коллективных трудов К сожалению Которые охватывали Весь период Отечественной истории Нету Но я могу Вот Как бы читатели Обрадовать Что Вот сейчас готовится Будет шеститомное собрание Я надеюсь В этом году Оно выйдет Юрий Николаевич Жуков Который будет охватывать Историю нашей страны С 1917 По 54 год Включительно То есть Это весь период Ленинского И сталинского управления Довольно это Значит А если по общей истории Вот если брать историю Скажем так Вот обобщенных трудов Сейчас нету К сожалению Понимаете Они есть только Такого учебного плана И характера Ну университетские учебники Важно знать и историографию То есть разные оценки Разные подходы И т.д. и т.п. А есть конечно Ну к сожалению Есть у нас Вот период Советский период Особенно послевоенный Он сейчас Изучается Все еще слабо Есть работы Пихоя Например Рудольфа Пихоя Вот Который был допущен Во времена Ельцина К особой папке Политбюро Но они Очень неангажированы Понимаете Ну тем не менее Там документы Там есть документы Вот кстати В работах Пихоя Есть документы Именно потому Что он был допущен К архивам И в частности Секретной папке Политбюро Понимаете Так что вот Ну так вот Я ответил Коротко если Да Да Спасибо Я думаю Что вам придется Еще раз к нам прийти Потому что Сообщений много Все не успевают читать Критикуют нас много Ну ради бога Репрессированных Бабушку Дедушку Ну могу тоже Я просто расскажу Про репрессированных Бабушек Дедушек Чтобы люди понимали Вот я молодой парень Я там Грубо говоря Гоп-стопом занимался Потом меня посадили Потом у меня мозги Что называется Вправились Я отсидел Вернулся А меня Позрослые дети Спрашивают Папа А за что тебя посадили Ну мне как-то Неудобно им говорить Что я гоп-стопом занимался А я скажу Ты знаешь Я вот рассказал Анекдот про Сталин И загремел Я вот жертв Политических репрессий Думаете там все такие? Там не все такие Но там было таких полно Я еще раз говорю А сколько вы считаете процентов Дольше? Больше 50 Я же не этот Не астролог Чтобы процентов вычитывать Я еще раз говорю Я не отрицаю Сами репрессии Я говорю о том Что надо устанавливать Достоверный Масштаб этих репрессий Я отрицаю Массовость этих репрессий Я отрицаю то Что все Жертвы этих репрессий Были невинные овечки Понимаете? Больше того Я вам хочу сказать Надо учитывать То обстоятельство Что карательные органы Иногда работают В своей логике Понимаете? И они иногда Маховик что называется Да Закрутился маховик И так далее И так далее И высшая власть Там в лице того же Сталина Или извините Путина Не всегда знает Что творятся на местах Советские милиционеры Или нынешние полицейские Понимаете? Это же тоже надо понимать И потом Я же не отрицаю Что были невинные жертвы Этих репрессий Но вы поймите Государство Оно вообще Одной из своих функций Имеет Именно аппарат репрессий Это природа государства Возьмите любое государство Монополию наносили Называется Да Монополию наносили Абсолютно правильно Возьмите любое государство Любой период Оно будет этом монополией Евгений Спасибо вам За то что побывали у нас Я так и не поздравил Да Можете поздравить Секунду Дорогие мамы Подруги Сестры Поздравляю с 8 марта Все Спасибо